Ребята, всем доброе утро! Ночью всю пробегали с собаками и за медведем, ходили-ходили, под утро уже начался дождь, вернулись в палатку, такой вот у нас там, собак посадил в будки, никого он лежит, устал, моя девочка, устал, все лежи-лежи-лежи, сейчас буду вас кормить, сегодня будет второй день, ну мы приехали где-то на 3-4 дня в лес, сокол с прицепом, вчера прицеп отступились, здесь сокола маленько укатали, траву, доставили, бивак, ну еще палатку поставили, сейчас надо собакам, намешаю, собакам в лесу тоже сухой корм не даю, так вот кипятком заливаю сухой корм, ну если больше ничего нет, сейчас они пока на сухом корме будут. Приятно, когда ушел, собаки все ушли на ночь, мы съездили на соколе, потом пешком походили, там с ними маленько, ну ничего, подъемов не было ночью никаких, мы вернулись обратно, какие-то собаки с нами вернулись, какие-то собаки далеко ушли за 3 километра, и молодой вот кобелек, что-то далеко ушел, 6 месяцев белый, от белки и мало, один ушел на 3 километра, я думал все потеряется, когда легли спать, сегодня просыпаюсь, все собаки просто здесь рядом, 20, 30, 50 метров лежат, кто где, голодный, собак закрыл будки сейчас, чтобы не мокли, пускай отдыхают. В этот раз вместо печки я решил использовать вот такую вот автономную печку, обычная китайская автономная печка, она у нас стоит 11 тысяч, получается, бак у нее солярки, солярки с собой взял, бак у нее получается где-то 4-5 литров, 4,5 примерно литра солярки. Аккумулятор, у меня обычный сотый, сотый аккумулятор, 100 ампер часов, значит я дома это все купил, включил ее на улице, аккумулятор отработал двое суток, один бак получается почти сутки без двух часов, то есть я 8 поставил и почти сутки одного бака хватает, а в 6 часов она выключилась. На тройке сейчас стоит, можно поставить 4, 5, 6, это вообще будет очень сильно, вот такого не надо, то есть нам достаточно тройки, двойки, вот на двоечке это нормально работает. Удобная штука, не надо ни дрова, ничего, вот такой вот дождь, сейчас бы с дровами здесь, ну конечно проблем не было для печки, только ее один раз растопил, потом уже сырые кидаю, она из сырые сожрет вся эта печка. Сначала большую чашку ставлю Ники, потому что у нее аппетит меньше всех, она сколько съест, сколько ей нужно, то есть она никогда больше не переедет. Ни разу не видел, чтобы она ела с жадностью, никакая бы голодная она не была, она всегда ест вот так вот, то есть хоть ты ее двое-трое суток не корми, настоящая дама в общем такая. Вот такая будка у дуна, здесь он во весь рост сможет. Ай, Найдочка, моя хорошая девочка, давай кушай, давай кушай, давай ешь. О, Ямалка пришел, ай ты умница, пойдем я тебя накормлю, пойдем, молодец, молодец, ай ты мой хороший, ай ты мой хороший мальчик. Где был, что видел, рассказывай. Сейчас я посмотрю, где ты был по навигатору. Белый, 31 километр, щенок 5 месяцев прошел, а взрослые меньше прошли. Так, Ямал, 37, дым, 35, то есть рекордсмен у нас получается по дальности, сейчас посмотрим, рекордсмен по дальности у нас, по-моему, либо Белка, либо Найда. Белка, 46, да, Белка, как всегда, всех обогнала, больше всех намотала. Найда тоже молодец, 41 километр. Конец августа, выезжаем наконец-то на охоту на медведя. В этот раз поедем по приглашению одного охотника попробовать проработать проблемного медведя. Дело в том, что у охотника на расстоянии 10 километров находятся две избы. Классные добротные избы, нам в них приходилось ночевать несколько раз. И проблема в том, что в последнее время сначала в одну избу начал заходить медведь, сначала ходил все вокруг, раскидывал, потом залез через большое окно, сломал большое пластиковое окно в избе. Залез в эту избу, там навел беспорядок сильный, 50 килограммовый ящик военный, ящик 50 килограммовый деревянный, значит, со всем провиантом, как-то вытащил через окно. Полностью навел беспорядок. Кстати, может быть, кому-то будет интересно, ребята, приглашаю еще в начале августа на этого медведя, но у нас не получилось поехать из-за работы. К ней поехали в аптеку в городе, купили несколько ампул с нашатрымым спиртом, с нашатрым, и несколько баллонов с дихлофосом. Вокруг избы развешали это все, и обмазали эти баллоны с дихлофосом, и ампул с нашатрым обмазали сгущенкой. И поставили фотоловушку. Ночью было видно на фотоловушке, как медведь приходил, и один баллон с дихлофосом взял, раскусил, и у него произошел разрыв баллона во рту, значит, и после этого вроде как бы он перестал ходить в эту избу. Ну и они подумали, что все нормально. Но после этого в избе, которая находится через 10 километров от этой избы, он снова пришел, и судя по подчерку, этот же самый медведь сделал то же самое. Он сломал большое пластиковое стекло, залез внутрь, навел беспорядок, и там такой же ящик точно стоял с провиантом. Он тоже его выкинул, как-то вытащил, удалось ему вытащить его через окно, тоже его все раскидал, разбил, разломал, значит, навел вокруг избы сильный беспорядок. Есть на несколько участков у нас лицензии, но вот начнем именно с этого медведя, попробуем его проработать. Но что получится, как всегда, неизвестно. Пришел к такому креплению, к самому простому и надежному креплению оказался это простой и обычный народный скотч. Здесь камера крепится, как я уже показывал, на специальный зажим для камер, на крепление для камер. Заряжаю камеру, вставляю флешку и полностью проматываю скотчем. Одной камеры у меня хватало на собаке где-то примерно минут на 40 съемок. Сейчас на Алиэкспресс заказал такой специальный пауэрбанк для этих камер, то есть камера вставляется в пауэрбанк. Из пауэрбанка идет провод в камеру, как зарядник вставляется. Камеру ставил просто на работу дома, она отработала примерно где-то 3,5-4 часа. В зависимости от того, ну какая погода, какая температура. Сейчас на улице, в принципе, плюсовая температура. Я думаю, что 3-4 часа камера эта должна отработать на собаке. Так что посмотрим. Ребята, я обрезаю собак, бегу, гонят медведя. Долго, убежали, 3 часа, наверное, убежали их. Но собаки не бросили. 700 метров. Большая валежина лежит через дорогу, я глади, я побежал. Ладно, посмотрим, что будет. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Захожу в лес. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Белый, молодец, молодец, молодец. Вот так, ребята. Молодцы, молодцы, молодцы. Умните. Белый, ты тоже с ними был всё время. Вот, ребята, щенок. Садился 8 марта. Женский день. Это некий чудо-нога. О, блядь. Короче, ребята, вот смотрите, что здесь творится. Я честно говорю собаку. Мог я прострелить. Потому что собак много было. Я медведя увидел. Бак. Но за ним стояла какая-то собака. Я её не видел. После выстрела я видел, что она отскочила. Возможно, вот видите, как бывает. Возможно, это Ника может была. Потому что я видел медведя, всех собак не смотрел. Видел, что собаки не на нём. Просто стрелял по нему. Но после выстрела заметил, что она, кстати, на камеру будет посмотреть. После выстрела заметил, что за ним была собака, и она выскочила. Либо это сейчас, сейчас медведь ещё какую-то собаку подхватил, когда это, когда я выстрелил. Слышал, что подхватил медведь какую-то собаку. Иди сюда, моя хорошая, ты моя бедная. О, болтается ножка у тебя, да? Болтается, моя девочка, хорошая. Тихо, 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 тихо. Не бойся, не бойся, не бойся. Блядь. На, это тоже голова. Голова порвана. Слышал, Ника, девочка моя. Ты моя хорошая, ты моя хорошая. Молодец, у Ника, молодец. С Ника будем решать. Умница, молодцы, молодцы, молодцы. Ложись, полежи, 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 сейчас пойдём. Ложись, моя хорошая, я тебя унесу, не переживай. Я ни разу не попадал в свою собаку, но вот пришлось попало. Похоже, что мне кажется, что это я попал, не знаю. Потому что после выстрела какая-то собака выскочилась по нему. Да, молодец ты, молодец. Умница, умница, умница. Хороший Медведь, хороший. В общем, ребята, прогнали собаке его порядка десяти километров. Подняли вообще близко. Недалеко где-то, вот буквально залаяли. Я пошёл за ними. И смотрю потом по навигатору, смотрю километр два, три, четыре, пять. И всё, уже на месте. Ушёл. Ребята говорят, что есть дорога, можно обрезать. Поехали, вернулись пять километров, выехали на зимник. И по зимнику вернулись сюда. И когда ехали, отбило километр, восемьсот они лали как раз на зимнике. Мы подъехали, буквально, я смотрю, четыреста метров было. Я пошёл сюда за ним, потому что он перед зимником развернулся и пошёл в обратку. Я его, ну вот, догнал. Стоял уже на месте, под конец я шёл, он уже всё стоял на месте. Молодцы, ребятки, хорошо, хорошо. Вроде стрелял собак, видел, что нету собак рядом. Когда стреляешь, всё равно как бы у тебя вот это периферическое боковое зрение, общее зрение, ты всё равно оцениваешь и видишь, когда собак, и видишь, как бы фокусируешься на медведя, но всё равно боковым зрением всё равно собак я всегда вижу. Как так получилось? Вроде я стрелял, не видел, что собак. Если близко где-то собака, бывает там, стреляешь, опасно для собак. Но сегодня я вроде не опасно стрелял для собак вообще. Так, давай я сначала Ямала привяжу. Молодец, Ямалка, ты умница у меня. Ты жопу мою решил вывезти. Ну правильно, нафиг она ему нужна. Давай, ты молодец, умница мой, хорош, хорош. Пойдём. Никуля, молодец, сейчас я тебя унесу, не передавай. Уйдём, идём с тобой, выживем. Мы с тобой ещё не в таких ситуациях бывали, выживем. Молодцы, ребята. Какой-то мы с вами жопе вообще тут. Не могут они на полях ходить, эти медведи. Ходят постоянно в какой-то жопке. Это вот этот домушник, похоже, который ходил по домам, вылазил, ползал. Похоже, вон. Примерно десятку они его прогнали, порядка десяти километров. И порядка где-то трёх часов работали. За три часа, я думаю, что мы где-то поехали. То есть это... Ну, собаки все не бросили, все работали, все на нём работали. Никакая собака не бросила. Я честно думал, мы когда большой круг объехали, круг такой, мы вернулись пять километров, потом вот так проехали, потом туда уже поехали. Там где-то было шесть чем-то километров в самом деле. Мое отдаление было. Но потом мы уже поехали на них по зимнику сюда. Они вот так вот шли сюда, и мы как бы на перерез поехали. Что там ещё один не делает? Ещё там? Он думает, что кто-то медведь ещё один стоит. Да вот он здесь, белый, всё, белый, белый. Да ты молодец, да мы всё его взяли уже. Мы его взяли уже, взяли, взяли. Что у тебя здесь красное, а? Ох ты, попал что ли под него? Эй! Что такое? Молодец! Всё, взяли же, взяли. Взяли, молодец. Вот сын белки Ямала. Классный получился щенок. Причём самого последнего себе оставил. Самого, самого. Ребята приезжали. Ну, кто какого выбирал щенка. Все были красивые такие щенки там. Двухглазые, ну красивые. А этот самый невзрачный остался у меня. Ну, я думаю, хотели забрать что-то его. Потом думаю, нет, я его себе оставлю. Попробую, что интересно, спамёта будет. Будет ли он работать вообще, спамёт лучше будет. Но похоже, что он не хуже, вот, и мало, и не хуже белки этот щенок. Он вот с трёх месяцев как начал уходить, и уходит, и возвращается. По полтора километра в одного уходит и возвращается. И вот сегодня, вон, десять километров собаки прогнали медведя. То есть, ребята не дадутся врать, вот сейчас придут. То есть, долго мы его гнали. Собаки сильно, просто на ногу устал и почесал. Я думал, собаки бросить, если честно. Потому что зелёнка вот эта вот, травы, трава много. Вот такой подросток. И по всему лесу он такой подросток. Я шёл, то есть, ну тяжело. То есть, не где-то там осенью глубокой, когда уже травы нет. Травы много, я почему-то думал, что она им помешается. Но этот, я думал, точно вернётся. Нет, он до конца, да поботал с ним. История с Никой у нас, к сожалению, вчера не закончилась. У нас вчера пришлось оставить её в больнице. Значит, кроме конечностей, врачу не понравилось её общее состояние. И он сказал, что её необходимо понаблюдать. Пускай остаётся здесь у нас. Завтра мы ему позвоним и скажем. Сегодня врач отзвонился, сказал, что у собаки, кроме того, что сломаны на ноге четыре пальца и сама кость, нижняя конечность сломаны, сказал, что кроме этого ещё повреждены сильно мягкие ткани на ноге. И поэтому даже если ногу сложить, она всё равно и на сто процентов пользоваться не будет. Будет ходить просто приступать. Поэтому было принято решение ампутировать конечность. Ну и бог с ним, как бы с этой конечностью на трёх ногах побегаем. Ещё врач сказал, что собака, я заметил, что она надулась, маленькая собака. То есть у собаки ещё сломано три ребра. Из-за этого образовался пневмоторекс. Видимо, повреждены ткани, лёгкие, которые окружают. И воздух пошёл под кожу. Кроме этого ещё многочисленные эмфиземы и гематомы по всему телу. То есть вот такая вот ситуация с собакой. В общем, сильно пострадала Аника. Ну и медведь, конечно, медведь это опасный зверь. У меня есть такая привычка. После того, как мы добудем медведя, я каждого медведя записываю себе в телефон, в блокнот, в заметки, при каких обстоятельствах он был добыт, какая была погода, какие участвовали собаки. Ну и всё, что происходило, описываю, чтобы не забыть. Этот медведь был двенадцатый. Ника участвовала в охотах на всех этих медведях. Ну и даже боксинг с этими медведями. Просто эта собака заслуживает уважения. Поэтому мы сейчас едем в больницу. Попроведать её, поддержать. Сказать, чтобы она не унывала. Потому что мы скоро обязательно будем дома. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok